Так, теперь Виктору нету картинки. Меня слышно? У вас кто-то один не принят в друзьях у кого-то. Кто-то где-то заблокирован. Виктор, у вас, посмотрите, Игнатий Тихонович там в этом самом... В друзьях есть, посмотрите. У него есть друзья, вы. А вы у него. Игнатий Тихонович, по-моему, меня заблокировал. Нет, у него зеленый огонь горит. Нет, я его, меня вот сейчас... Так, ну-ка, ладно. Не, Игнатий, если у вас там все нормально, то у Виктора, наверное, надо в друзьях принять ему. Тогда он появится на экране, а так нет. Я и блокировать-то не умею, я вообще ничего не делаю. Что ж такое? Сейчас, минутку. Виктор, вы наберите в этом поиске Игнатия Лапкина. Вижу, 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 да. Ну, вот посмотрите. Я... Не надо принять. Подождите, я заблокировал Игнатия Тихоновича, потом я разблокировал. Ну, у вас зеленый огонек горит. У меня зеленый, да. Ну, а почему же тогда? У вас камера включена, посмотрите. Сейчас, минутку. Сейчас, минутку. Ну, вот, слава Богу. Вот видите, как Лугавый все устрояет. Невозможно как-то долго вас давить. Слава Господу. Я говорил, Игнатий Тихонович, сегодня вот такая вот знаменательная дата. Три года с тех пор, как мы расстались. Ровно три года. Вот видите, что Лугавый делает. Он сейчас, он со всех сторон. Братья, мы собрались здесь на дело Божие, на дело мира. Давайте, давайте соединимся, как и раньше, как три года назад вместе, и найдем общение. Говори, кто? Все. Все. С Богом. Вот так звонки пошли. Алло, у меня просьба такая. Можно, Игнатий Тихонович, чтобы это не записывать, не выставлять? Да почему же не выставлять? Мы же не плохое дело делаем-то. Это для людей, для многих это будет пример какой. Сегодня у нас один на колени встал только здесь, прям здесь. Ролик составили. Оскорбил другого, все, и побеседовал с ним, и сразу мы уже выставили в интернет. И люди сразу пошли, вот теперь я понял, я виноват. Это же благое дело. Что-то скрывать, когда перед Богом мы верующим знаем, все открыто. У меня 6700 роликов, и нигде во вред не было, ни разу. Это только на меры и показатели. Наоборот, такие примеры, как можно больше сегодня показывать, как люди, христиане, меры ищут. У нас все записывается и выставляется в интернет. Не конкретно на суде, что тут подсудимый, тут обвиняемый. Тут у нас, у нас мы все братья, мы на разных, на равных ступенях находимся. Нам найти в мире во Христе воссоединиться. А кто прав, кто виноват, это будет сам Христос, сам Господь на суде решать. Нам сейчас надо друг у друга найти прощение. Так что, я не знаю, ну, начинайте, братья Виктор, начинайте, говорите. Ну, я хочу сказать, что если я лично в чём-то неправ или оскорбил, я хочу попросить извинения у Игнатия Тихоновича. Личная вражда — это дело дьявольское, не Христово, конечно. Это не означает, что я согласен со всеми взглядами Игнатия Тихоновича. Это не означает, что я согласен со всем, что Игнатий Тихонович делает. Разногласия, конечно, остаются. И в некоторых пунктах довольно-таки глубокие. Но хочу сказать, что в начале моего духовного пути Игнатий Тихонович мне очень помог. И видео, и материалами своей автобиографии. И мне как-то было очень обидно, что вот так вот у нас всё закончилось. Я хотел бы обратиться к Игнатию Тихоновичу с просьбой, чтобы он тоже критически посмотрел на себя. А я скажу, что я очень критически оценил ситуацию нашу. Она ненормальная, конечно, так как мы люди православные. Правильно? Тем более, что я хожу в русскую православную зарубежную церковь, в которой Игнатий Тихонович долгое время принадлежал. Ситуация ненормальная, это понятно. И мой призыв к тому, чтобы мы сейчас смогли, обращаясь к святоотеческому учению, критически все взглянуть на себя. И Сергей, и Игнатий Тихонович, и я. То есть, если я в чём был неправ перед Богом, я прошу извинить, Бог мне судья, Бог всё видит. Я прошу сейчас максимального терпения от Игнатия Тихоновича и понимания. Передаю ему микрофон. Игнатий Тихонович, даю вам слово. Я хотел сказать, что тут не о вероучении речь идёт. Можно я скажу о прошлом маленько? Вот в прошлом году на нас сильное давление было. Ну, разгром буквально по всей стране шёл от Роспотребнадзора. Вот приехали нам в Свердловскую область. Ни одного лагеря нет государства, все закрыли. Страшными штрафами душили. Штрафы в основном по полтора миллиона. Это ужас какой идёт сейчас. Вчера приняли закон и полностью яговистов, свидетелей яговых запретить. Ну, это начало, а дальше что-то ещё будет. И вот когда меня давили со всех сторон, в это время вы помните, от вас какие были, ну, я говорю, от вашего имени это писалось-то, я же, может, кто-то подделался, что так его упыря, давите, давите его и прочее так. То есть кричал, как будто бы человек совершенно ненормальный. Я 45 лет с чужими дитями возился, тысячи детей отдохнули, не рубля от государства. И понятно, что я не... какую я выгоду имею-то, всё время на грани, на грани. Один год три уголовных дела только воздвигли. И я выиграл все процессы. И когда меня тут бьют, наседают, молятся со всех сторон, а от вас только одно такое было. Ну, под вашим именем написано, я ещё говорю, я же не знаю. Явно было недружественное. Давите его, давите буквально, этот упырь там, какие-то слова такие. Ну, я не знаю, кто говорил, я думаю, не надо было это говорить. Мне было непросто. Полиция не уходила, сутками дежурила, прокуратура, воздвигли дело, процесс идёт. И в это время со стороны верующих, ну, бьют. Ну, как же это, нехорошо-то было-то. Ну, Бог миловал, и они не могли выиграть. Это единственный, наверное, процесс, который они не выиграли. И Бог помиловал. Я, конечно, внутри ничего не имею, каждый день молюсь и о вас, и о всех прощаю. У меня нет на сердце этого. Ну, явно, как вы сейчас сказали, ну, разве это нормально? Мусульмане друг против друга, где-то я не вижу, чтобы так были-то. А мы исповедуем одну веру. И вот, когда вы сидели в студии, там, придумывали, это они что, ну, этот, Самсонов Алексеев, то он меня в глаза не видел, а я, говорит, его видел, я знаю, он говорит неправду. Дальше, вот у меня группа со мной ездит, там, снимает, я захожу сначала договариваюсь со священником, ты выходи, а мы снимать будем. Ни разу в жизни такого не было. То есть, ну, ни одного слова праведного нет. И они вас из-за рубежа, как бы, пригласили участвовать в этом, вы говорили. Но меня-то не пригласили. Говорят, абсолютно придумывают что-то. Зачем? Зачем? Когда местные архиереи мне дают просто русская народная линия, такая там, структура есть, это в Москве, запросили. И у меня с его подписью на бланке патриархии стоит. И он обо мне говорит, что у нас каноническое общение полное. Он к нам приезжает, службы там идут. И дальше он поясняет все им, этим людям-то. И говорит, человек пожилой, исповедник Христов. То есть, такую просто хорошую характеристику дал. И недавно появилось в журнале у них, покров, вместо метрополии выпускается. И там выступает доктор богословия, профессор Бочков. Ну, говорит, к Игнатию как угодно, там по-разному относятся-то. Но то, что тысячи людей, говорит, пришли через него в православие, в патриархию, ну, это вот никто не может никуда деть, потому что живые люди из сектантов. И когда... Ну, мы-то между собой немирно. Это, конечно, враг радуется. Вы же совершенно правильно сказали. Это... Ну, как же так-то? Игнатий Тихонович, понимаете, в чем дело? Дело в том, что определенные взгляды, которые вы высказываете, они не находят согласия в среде православных. Вы это признаете или нет? Конечно. Конечно. Потому что я говорю в ваших дамах, смотрю. Да-да. Значит, взгляд на монашество, например. Ну, к примеру, я так вот. Взгляд на почитание святых мощей. Я только два пункта выделю. Виктор, секунду. Нам нужно сейчас, чтобы не отходить от мира. Мы еще пока не... Сергей, Сергей. Нет, нет, мир. Сейчас пока, значит, мы как бы нашли согласие в главном, что нам не нужно враждовать. Нет, но вы... Мы сейчас... Мы сейчас... Мы сейчас... Прощение. Если бы в чем было неправо. Ну, в чем неправо-то вы скажите? В чем я просить должен-то? Чтобы я знал не просто, как... Прости Христа ради, прости, а сами ничего не прощают и не знают. Мне нужно назвать мой грех против вас. Я, значит, ну, обзывательство я, конечно, называть словами человека такими неправильно. Вы меня тоже называли. Я могу вам указать конкретно, в чем вы неправы. С это... Хочу выслушать. С это Садона, да. Вы говорите вслух. Ну, я вам указал, вот, в чем вы были неправы. Вы спросили, в чем я был неправ. Вы тоже, как бы, отвечали тем же, в принципе. Ну, я поясняю тогда так. Во-первых, студия собрана против меня, не против вас. На ваши ресурсы я нигде не заходил. Ни одного слова не говорил. Вы-то на мои ресурсы приходите в мой дом и забрасываете то, что вы говорите. И я, если в чем, неужели-то непонятно, что не делать. А тут никаких, если вы не должны говорить. Вы даже четко и прямо сказать, поступали неправильно. Меня добивают власти, и вы в это время самые отрицательные слова на меня. И власти подбиваете, бейте его, добиваете его. Ну, куда это годится-то? Мы же не ребятишки какие-то. Я разве свое дело делаю-то? 45 лет. Ни одного ребенка поврежденного нету. Это всему миру известно. Сняли фильмы, занявшие такое место. Понятно. И вдруг вы... Ну, просто явно дело, что никакое тут... Игнатий Тихонович, но я говорю, что первые фильмы «Затоус из Потеряевки», «Глаз вопиющего» меня очень тронули. И многие из ваших взглядов, опять-таки повторяю, и это я тоже говорил в студии, они мне близки. Это авторитет Библии. Значит, правильное крещение, что надо людей готовить к крещению. Вы понимаете, вот в чем вы не правы конкретно, я могу вам сказать, что вы считаете, что мы против вас лично, как бы, никто против вас лично, ни отец Сергий, ни я, мы не выступаем лично. Конечно, был негативный момент в личных каких-то антипатиях, понимаете. И это уже, как бы, та граница передина, ну, скажем так, какой-то культуры или культуры общения, культуры... Должна быть, выдержится культура спора того же, культура общения. Вы согласны, да, с этой точки зрения? Дорогой Виктор, у меня нет этих слов культуры, я их давно истребил. Я знаю, во Христе это открыто, ничего тайного нет. Ведь меня-то легко брать. 38 книг только в печатном виде, да 7 в интернетной версии. 6700 роликов, все время видно. Меня брать голыми руками можно. Я за вами-то не гонюсь, за вами ничего не написанного, нет. Я работаю, вы видите, на улице, пилю, валю деревья. У вас ничего, я вас не вижу. Мы на каждом шагу можем брать. Ну, я же не хочу, чтобы вы пострадали от меня или как-то. Ну, я должен как-то сказать людям-то, если бы я один был просто, но так как за мной стоит столько людей, столько, которые сейчас приближаются из разных сект. Католическая семья пришла из Испании, все книги там выписали. И поэтому спрашивают, а что говорят на вас? Это правда, я должен? Я вынужден, как апостол Павел, говорит, я считаю себя счастливым, что могу защищаться перед фестом. Ну, вы-то собираетесь раз в суде, и другой меня разбираете о мощах, о другом. Почему Андрей Кураев это увидел? Говорит, Игнатий ничего не придумал. Это пласты нами забытые, он просто поднял их. Он-то это увидел. Я что говорю? Мощи все собрать и похоронить с великими почестями. То, что Бог заповедал. Вот я только это и говорю. Как я против мощей-то, когда я причащаюсь в церкви-то? У нас антиминсы, мощи. Если я у Сергия Радонежского прикладываюсь, я не против. Тут и так понятно, что я не против-то. Ну, то, что, как отец Андрей Кураев говорит, уже нанотехнология. В каждом доме, чтобы тысячи были разных. Ну, вот я про что сказал-то. Если живого Бога нет, то мертвый человек-то нам что может дать-то? Если наше сердце не раскрыто для благодати Духа Святого. Я-то ничего не имею. Что же я буду иметь-то на вас? Я не знаю, за что на вас иметь-то. Когда я не могу вашего еще взять, даже желал бы, вас нельзя взять. У вас ничего нигде нету. А я со всех сторон. У меня и люди, и друзья, и... Меня бери голыми руками. Да, я понимаю. Тут видите, в чем дело. Я хотел вам такую вещь сказать. Вы согласны, что православное вероучение, вот аскетика православная, она основана на смирении. Вот такой вопрос, Владимир Тихонович. А что значит смирение? Когда святые говорят, иная война лучше мира. С чем соглашаться? Так вы видите, что делается в церквах-то сегодня. Даже говорит страшно. Мне каждый день материалы подкидывают. Что делается? С колен не вставай. День и ночь плакать приходится. Какое смирение? Тут не смирение. Мне надо быть безразличным, как Иоанн Златоуст говорит. Иначе Бог зачем бы вложил в человека гнев, если бы не от Бога это было? Это тряпка гнилая валяется. Какими словами Павел раздражался, когда видел, что мешают дело? Я где? За себя заступился? Я просто обязан сказать, что люди, которые мешают делу Божию, они поступают против Бога, касающиеся зеницы ока моего. Я никому не попадал. Ни разу буду... Хорошо. Смирение, значит... Виктор, вот представь, какие у нас хорошие были беседы с Дудином. Вообще на него ничего не имел-то. И скажи, вот вы вместе, когда сошлись, разговор пошел другой. У нас выставлено в интернете 9 роликов. На все было согласие. И люди распечатали у себя. Он начал ходить, взламывать всякую полосу. Ну разве это можно? Тем более священник. Куда же это годится-то? Везде убрать, жаловаться, заблокировать. Ну как будто бы человек потерял рассудок. Да в писем-то виде на моем форуме это все осталось, переписка. Разве это можно? Я за вами ни за кем не гонялся, не прошу ничего удалять. Мое, оно есть мое, я перед Богом отвечаю. На вас-то лично я что буду иметь-то? Чего ради? Но если вы на меня нападаете, кричите, бей его, добивай, я обязан сказать, что это нехорошо? Ну это ваши как бы личные отношения. Я знаю, отца Сергея неплохо. Это очень хороший человек. Очень хороший священник. Семьянин хороший. Я могу только о нем все хорошее сказать, понимаете? Просто дело в том, что мы все должны критически на себя посмотреть. Я посмотрел на себя критически вот в данной ситуации. В чем я прав, в чем я был прав, в чем не прав, понимаете? И я призываю вас тоже посмотреть. Может быть, вы в чем-то не правы, может быть, где-то вы совершаете ошибки и в общении с людьми, и в общении, и ваши взгляды. Ну не знаю, просто как бы я... Если мы начнем с самокритики, начнем признавать себя последними грешниками, начнем себе видеть именно я виноват, понимаете, если мы скажем, то тогда Господь и начнет Духом Святым исцелять наши души. Я прав, Сергей, или нет? Как вы считаете? Да, вот именно надо каждому сказать я виноват, больше никто, и никого больше. Вот видите. Вот сегодня нам нужно признать каждый за собой вину, поклониться друг другу, мы скажем, простите, я виноват, все. Да, вот Сергей подтверждает, понимаете? То есть что я хочу сказать? У меня какая основная проблема, вот когда мы выходим на контакт, что мне хотелось бы от вас, Игнатий Тихонович, больше, ну, такого как бы искреннего признания и более глубокого... Вы ведь сами попросили прощения. Я попросил, я вначале сказал... Просьбы не было даже никакой, намёк был какой-то на прощение, на просьбу, а просьбы самой ещё не было, не грамотно. Подождите, я сказал, что в чём я был неправ, в чём я был неправ. Неправ... Покаяния не было совершенно никакого. Покаяния в чём, Сергей? Признать надо своё. Что? Ну всё, всё злобно, всё злобно, простите, что... Тут простоте, я же говорю, простоте, простите, ради Христа, что он злобился, что имел три года, вы представляете, носить себе вот к человеку... Ну, Сергей, Сергей, то, что было от Лукавого, я признаю. Вот всё, вот так не надо, да. Да. Но это я же сказал, что это не означает, что я совсем должен соглашаться, что Игнатий Тихонович говорит. И у меня есть определённый критический взгляд на деятельность Игнатия Тихоновича. Это потом, это не нужно мешать нам в общую корзину складывать и покаяние, и уже разногласия. Должно быть покаяние, примирение, а потом уже решение вопроса всех остальных. А так примирение уже есть, мы говорим. Да нет, вы ещё не примирились, вы находитесь ещё в конфронтации, подливаете керосина в огонь. Сергей, для вас примирение – это полное единство взгляда, когда я скажу, что во всём я был не прав. Нет, примирение – это мир в моём сердце, именно в моём сердце. Это и есть примирение. У меня мир нет, у меня сейчас абсолютно нет никакой личной вражды к Игнатию Тихоновичу. Если он меня попросит помочь, я ему всегда помогу, я буду молиться за него. Я считаю, что это человек, который мне очень помог, особенно в начале, своими книгами, своими фильмами, даже своим примером, в начале, я повторяю, в духовной жизни. И я считаю, что Игнатий Тихонович многих людей привёл именно многими своими правильными взглядами ко Христу, православия, в церковь, и вывел из сект, вывел в истинную православную церковь. Понимаете? То есть я хочу, я говорю положительные вещи сейчас, понимаете? И мой настрой положительный. Понимаете, вы же озвучили сейчас, на чём вы приткнулись. Вот, допустим, вы притыкаетесь на сердце, что лежит, что вас Игнатий Тихонович оскорблял всякими словами. Понимаете? Игнатий Тихонович, вы сказали... Это было или нет? Как вы... Вот вы признаёте, что... Вы друг друга в этом... Найдите прощение в этом сначала. Ну, я говорю, что я в этом... Вы признаёте, что вы писали вот эти комментарии, которые оскорбили Игнатий Тихонович? Да, признаю. Ну, вы каетесь в них? Да. Ну, то есть, обзывая... Игнатий Тихонович, вы... С вашей стороны, вы каетесь в том, что вот говорили, называли Виктора там душителем, скуратовым, там, наследником скуратового. Игнатий Тихонович, вы каетесь в этом? Что я говорил? Вы ко мне обращаетесь? Да, вы называли, как Виктора, всякими вот словами. Ну, эти слова я и говорил так. Меня душат, я и называл так, как есть. Меня убивают. Я и говорю, он меня убивает. Что я должен сказать? Есть такой фильм «Чистое небо». Его вызвали когда, и тоже вина, вина. Он говорит, вина, что был в плену. Взяли полумёртвого. Вина, что меня травили собаками во время побега. И не загрызли до конца. Виноват. Он всё перечисляет. Проходит время, герои Советского Союза дают. Вот у нас сейчас как разговор идёт? По-православному. Ты грешник, многогрешник, супергрешник, архигрешник. Согласись, что самый грешный. Но сейчас-то мы не об этом говорим. Мне нужно конкретно знать, где топор утонул, как Елисей говорит. Где топор утонул? Вот, показали. Я тут и совершаю подъём, и вот у топора. Мы, даже прямо сказать, я сейчас как бы не Виктору скажу, скажите, вот, мы едем на Благовестие. У нас здесь центр не Барнаул считается, а Коробейниково, где чудотворная икона. И каждый год туда, с Алтайского края, идёт крестный ход. Это не три километра. Километров, может, 250. И мы туда поехали. Ну, село-то небольшое. Так, может быть, тысяча-полторы человек. Во всём селе нашли, кажется, два, что ли, Евангелия только. Мы раздали 450 новых заветов. По домам пошли. Мы приехали, кажется, на пяти машинах туда. В это время узнал священник, отец Роман. И всё это у нас заснято. Он, как сергианцы, это всегда, ну, строгородские, вызвали милицию. Мы свидетели Иегова, чтобы нас забрали. Он знает, что православные, с отцом Акимом встречался, он ездил туда на поклонение. Он на это не смотрит. Милиция, майор стоит здесь. Майор говорит, ну, что я должен делать-то? Мы не в церковной ограде. Мы людям сказали, собирайтесь около храма, и там на улице, и мы с вами побеседуем. Ничего не знают люди. Ну, почему? Я говорю, а сколько воскресенья бывает? Шесть человек приходят в храм, а семь монахов, прокуренные пальцы, там, ну, видно, что человек курящий-то. И он только стоит, Игнатий Тихонович, я прошу, уезжайте поскорее отсюда, уезжайте. Я говорю, это Гадаринские просили жителей уйти. Моя какая вина? Мы записали. Та же самая история в Павловске, это 50 тысяч. Также вызвали милицию. И в Ребрихе. Я это все записал на один диск, и архиерея, когда наш приехал и в Тихий, и местный Максим Дмитриев, я подал, вы говорите мир, но теперь давайте их сюда. Зачем они натравили милицию? Ну, сейчас не сталинское время. А те сразу созвонились, говорят, православные, никакие не свидетели его. Они не знают, они лгут. Ну, еще он лжет, он кто? Лжец, если он лжет. И сразу подтвердили, да они, говорят, православные, все. И те, которые давали, он давай материться, матюгами здесь гнуть нас. И все записано, притом, я архиерею говорю, если мириться, давайте, вызывайте они их недалеко, заранее назначим день, и мы поговорим, зачем вы это делаете? Вы знаете, только в окрестности мы посетили 30 тысяч квартир. Это ваша работа поповская, не наша. Не наша. А они меня убивают. Я что должен сказать? Ну, сказать, ладно, ладно уж, батюшка, благослови. И что его отца Романа? Его епископом поставили после этого. Почему? Он патриот. А он кто? Он душитель. Он у людей веру отнял. Люди вообще ничего не знают. В одном месте только бабушка вынесла толстую книгу, а у меня Библия есть. Мы посмотрели, сонник, сны разгадывать. Мы говорим о Евангелии. А я думал, упоминальник принесли. Ну, отец Романович, что надо скажет. Вот ситуация-то какая. В чем я виноват-то здесь? Что мы потратились, машины наняли, приехали, и он меня оклеветал. Попросите у него прощения. В первую очередь, лицемерие это. Как тогда Господь Христос должен просить у фарисеев прощения? Апостол Павел должен у феста просить? Я ничего не делал. Мне конкретно сказать, да, я согласен, что я не так понимаю монашество. Но сейчас-то мы не об этом речь ведем. Но моя позиция о монашестве та, что они заблокировали людей. Я знаю, это герои веры. А они проспали Мухаммада, о чем Андрей Кураев говорит. Шесть столетий ни одного миссионера не послали к ним туда. Как я могу говорить спокойно об этом, когда два миллиарда душат нас сейчас со всех сторон. А это все монахи проспали. И сегодня об этом кто и Антоний Блюм и все это говорили об этом. Я уж не говорю об Александре Шмемане и другие. Далее. Мы-то говорим сейчас не о мощах. Мы сами-то если толстые, какие мощи-то? Мы с поездки поезжаем, меня обнимают сестры. Ой, одни мощи продымленные. Ну, ночевали-то где-то. Лиссабона дошли. Понятно, что это не сахар был. А попы дорогой перестревали нас, звонили милицию и вызывали нас, арестовывали. А как же сказали, что вы свидетель Югова Глава. На чем играют-то? А потом фотографируются с нами там КГБ и прочее. Попы, я должен и батюшку прости, да какое я есть. Меня Бог отнимет все дары сразу. Если я буду говорить Божий дар, а назову ее другим словом. Я не могу в этом, это неестественно будет и не пословище. Но слова разные были всякие. Сейчас произносить тоже. Вот про слова, которые там были, говорили. Я в ответ говорил на то, что они делали. Если так это не принято у вас слушать, простите ради Христа. Простите. Вы вызвали эти слова-то из меня. Меня душат. Одно за другим сообщение от вас идет. Я не могу ничего сделать. Меня душат. Душат просто со всех сторон. Представьте, полиция сутками дежурит и дежурит. Дети должны дать показания. Прокуратура подбивает, чтобы дали лжепоказания на меня. По домам ходили. Это лжесвидетельство. Краевая прокуратура. Приезжают КГБ, пожарники. Все на одного меня. Мне-то каково. И в это время вы тут же и я там был, его лягнул. Как мертвого, говорит, уже льва на пенсию пошел. Я-то на вас нигде не нападал. Ни разу. Я и не знаю, чем вы занимаетесь. Вы-то нападаете фактически не на меня, а на детский лагерь. Повторяю, 45 лет. Я основатель. Ни одного поврежденного больного. Тысячи детей. Это я должен и досуг устроить, и накормить, и сохранить, и было бы интересно, и купались, и всякому ремеслу научить. Природу я хвожу, учу травы, птиц разрешать. И вы меня до этого время хлещете и все. Вам говорят, а почему же вы, Лапкин это в студию благовествую не позволит? Сидят, гнутся друг перед другом. Этот, который режиссер и начинает хохотать, смеяться надо мной. Хорошо смеется, кто говорит, последний смеется. Он что-то делал? Нет. Он благовествовал? Нет. Он сидел в тюрьме? Нет. Поэтому мы на разном уровне находимся. Я разбитый, оплеванный, лежу перед вами, а вы еще на мне топчетесь и, говорится, сблевывайте на меня. И я должен сказать, что сказать? Прости, Господи, у меня уста заплеваны вами. Я ничего не могу сказать. Какие слова сказал неласковый? Простите. Простите, но в этой обстановке я ничего не мог больше сказать. Я говорил, как собачья кодла. Собрались, а со всех сторон меня рвут на части. Перед мирскими людьми такие слова говорят. Бей его, добивай. И упырь, упырь-то, посмотрите, кто жрет чужое, убивает. Я ни одной копейки за жизнь не взял нигде. Ни одной. Ни разу. Ко мне это слово упырь-то не относится. А вы даже в студии говорите, меня там упырем называют. Можно слово? Можно, Геннадий Тихонович, слово? Алексей Самсонов, отец Алексея Самсонов, там обращался, и причем обращался к вам со словами очень такими хорошими, добрыми. Вот. Посмотрите одну передачу, пожалуйста, я прошу вас. Но не все так плохо. Разбирались там взгляды ваши на определенные высказания в отношении святых Игнатия Бринчанинова, Серафима Саровского. Скажите, вы признаете, что о святых нужно говорить, о людях надо говорить с почтением, с уважением, что надо, что все-таки, если мы почитаем из Серафима Саровского его подвиг, монашеский подвиг, показывает и благодать монашества. Не только отрицательные стороны, которые мы видим в истории, безусловно. Были разные монахи. Но есть вот таинство именно пострига в монахи или монахини. Есть благодать монашество. Что вы скажете? Я хочу от вас ответа слышать. Таинства нет такого. Это выдумка. Семь таинств, и там монашества нет. Зачем придумывают-то? Я не могу соглашаться. Это ложь. Дальше. Серафим Саровский говорит, когда Дух Святой меня покидал, я говорил неправду. Я что сказал? Он сам признается в этом. Когда Дух Святой его покидал. Почему я должен соглашаться? Я не могу соглашаться. Почему я спрошу? Когда его канонизируют, архиереев-то было не два, не три, а 180. Ты ни один руку не поднял. Ни один. Этот царь указом дал его. Остальное дальше накрутили. Я жития насчитывал, знаю. Жития апостола Павла и Петра вместе, вместе. В житиях Дмитрия Ростовского 16 страниц. А Серафима Саровского 51 страница. Ну, что ты буду юлить-то? Зачем? Он уже ушел. Теперь Господь говорит, я просто разбираю и говорю. А помирать, говорится, от этого нечего. Господь сказал, идите по всему миру, но не сказал, спрячьтесь за стены, и к вам весь мир пойдет. Это не Христово учение. Я вот что говорил. А я Серафиму молюсь каждый день. Как я должен почитать его? Что нашли его мощи, в это я не верю. Там мне нет его мощей. Нашли какие-то нарукавники, и по нему определяют. Зачем меня колжиток этой? Вот привезли они поезд Богородицы. Ни одного процента нет достоверности, что поезд Богородицы. Зачем я должен идти за ними соглашаться? Сегодня все понимают, благодатный огонь, откуда его зажигают? Уже все разблокировали. Меня не надо на это подталкивать. Я не верю и не хожу. Златоуз говорит, мне чудеса не нужны. У меня вера. Златоуз говорит, я не нуждаюсь в чудесах. Я не нуждаюсь. Главное чудо, что Господь меня призвал, дал мне веру святую, дал мне Библию, дал мне веру в то, что есть православная церковь. Игнатич, но меня вот больше, я вот здесь присутствую, ради чего? Меня больше всего волнует. Вы на сердце своем не имеете друг против друга. Дорогой брат, не имею. Я каждый день молился о них, о всех. У меня это записано утренние молитвы, каждый день утренние молитвы выставляются по скайпу. Люди приходят, чтобы знать, как молиться. Я каждый день молюсь о них. Виктор тоже переживает вот уже которые, можно сказать, месяцы, и год. Он тоже не имеет ничего. А вот эти вопросы, то, что относительно веры, я думаю, можно это делать, если можно и программу устроить, и передачу, и подготовиться как следует. Виктор, допустим, задаст вопросы, разногласия по вере. Вы, главное, в одном согласитесь. Вы примирились как братья друг к другу. Вы ничего не имеете больше. Я отвечу Лично, конечно, нет. Сердечных отношений. Ну, то, что мы общаемся сейчас, это уже подвиг. Правда, Игнатий Тихонович? Конечно, подвиг. Конечно, это уже хорошо. Это уже хорошо. То есть, если мы встретимся, если мы встретимся, ну, я там поприветствую даже Игнатия Тихоновича. понимаете, у меня лично ничего нет. Я говорю, что многое из того, что я вычитал, многое из того, что я видел, мне очень нравится. А как бы я вышел на Игнатия Тихоновича, заинтересовался, если меня ничего не заинтересовало, понимаете? Себя ничего не увидел там положительного. Поэтому я говорю, что я всегда говорил 70% из, ну, такая это вообще немножко символическая цифра, я признаю. Я признаю. Вот Игнатий Тихонович мне выслал книжки с его комментариями. Там многое из того, что я высчитал, мне близко. Понимаете? Да, у нас многих крестят церкви неправильно. Нужна подготовка, нужно рождение свыше, нужна личная живая связь с Богом. Да и аминь, да и аминь. Тут никаких. Но вместе с тем, вместе с тем, я повторяю, что я признаю также и благодать монашества, монашеский подвиг и подвиг святых. То есть для меня, как бы, если бы Игнатий Тихонович как бы не то, что отказался от всех взглядов, это невозможно, конечно. Я понимаю, у него личная есть выбор, личная свобода. Ну, тогда бы, конечно, тогда бы, я думаю, мы могли бы уже и обняться, как братья во Христе. Но сейчас хотя бы на уровне, что мы можем общаться культурно, не обзываясь, не плеваясь друг на друга, не обзываясь сатаной и упырем друг на друга. Правильно, Игнатий Тихонович? Правильно. Да. Скажите, а вот вы жалеете, вы, вот, Сергей, так сказать, прямо задать? Я, например, каю, что я называл Игнатий Тихонович упырем. А вы каетесь, что вы меня сатаной называли? Вот вопрос такой вам. Так это вы называли, вы перепутали. Вы все время говорили, он бесноватый, он сатаной, ему место в аду. Это ваши слова. Вы как ожерелье плели из всех этих слов. Но видео, я вам видео могу показать, Сергей, но я правильный? Много всего было, я все там говорю. Я хотел только вот сказать относительно того, с чем я согласна. Мои книги, это уже 16 лет, 16 лет, в библиотеках, вот только за один раз приехали, когда священники здесь на исповеди были, я подарил 125 комплектов. Это не в углу, дальше, три, три епархии занимались моими книгами, центрские отделы, дальше, занялись, где, профессора и другие, Дворкин занялся, его побудили к этому разобраться. Далее, нанимают они, или как там делают, это уже из Одессы, в Одессе монастырь, теперь там профессор какой-то, и Киево-Печерская лавра занимается моими книгами. Почему меня не вызывают на суд? И ни одного отклика нету за 16 лет. Значит, ничего там нет. Я когда сказал, почему нет, а мне ответ, говорят, они что, самоубийцы, что ли? Они видят моя особая любовь к православию, и я против того, что делает с моим родным православием. Во что они его превратили? Один пустой звук, вводящий другие в заблуждение, как Златовус говорит. Я к этому отношусь не просто так, а ревностно. Как же это можно... Игнатий Тихонович, никто не отрицает вашу ревность и вашу веру. Никто это не отрицает. Тут дело не в этом. Тут дело в том, что есть много положительное в церкви, понимаете? Многое того, что благодатно в церкви. И мне кажется, всё-таки, например, что вот вам надо, скажем, войти в московскую патриархию. Но это, я не знаю, такой вопрос уже ваш личный, конечно. В церкви есть благодать Христова, в Русской Православной Церкви, несмотря на все её недостатки и так далее. Мне кажется, что вам нужна более самокритичная оценка, как вы относитесь к людям. Я о себе тоже самое. Если я говорю о вас, я о себе тоже говорю. Мне тоже нужна эта самооценка постоянная. И я хотел вас спросить, а может, вы в чём-то неправы? Может быть, ну, в чём-то вы ошибаетесь? Как вы считаете? В чём я ошибаюсь? Я вышел в валенках, а на улице дождь прошёл. Я ошибся. С мокрими валенками пришёл в краевую администрацию. Ошибка, ошибки разница. Если мои ошибки есть, как я говорил, о проповеди, ну, неужели такие сенсорские отделы, Киево-Печерская лавра, Дворкин, не могли ничего найти? Нет. Ни один ничего нигде не указал. Так речь идёт о том, что десятки людей занимались. Вот меня арестовали. Вы сознаете, что вы не правы? У меня 12 кандидатов наук было на мне задействовано. И они мне говорят, а сегодня, что я им отвечал, ставят на высоту и говорят, вот благодаря Лапкину, таким, говорят, подмывали с устой коммунистического режима и он рухнул. Я не могу соглашаться вопреки совести. Это открыто сегодня, что надо идти на благовестие. Я-то, главное, вот в чём речь веду. А не просто так. Я спрячусь куда-то, а ко мне люди пускай идут. Это антиевангельский путь. Святые, я их не отрицаю, каждый день молюсь. Вы утренние молитвы, зарядите, посмотрите. Я каждый день минимум 77 имён поминаю только. 77. Каждое утро. Как я могу их отрицать? Я ими живу. Но я знаю, что они говорили, когда и потом говорили, а это было неправильно. Я поэтому беру тот вариант, когда они признались. Вот Игнатий Брянчанинов. Хорошо, согласен. Но он говорит, монашество кончилось в пятом томе. Остались актёры. И актёры, кроме вреда, ничего не принесут. 1275 монастырей и только 4, едва ли духовно, едва теплится жизнь. Едва теплится. Дальше. Феофан Затворник в 1861 год и говорит, поколение много, два, пройдёт и вера на Руси исчезнет. Православия не будет. Я говорю закавыченные слова. Сегодня, когда прошло уже пять поколений, мы должны сказать, он был лжепророк. Или он имел в виду другое православие. Два варианта только. Он не лжепророк. Это значит совершенно другое православие. Нас никто бы за верующих не признал. Чем занимаются? Посты не соблюдают. С нами одними живут. А архиереи только деньги, деньги и деньги. Бизнес церковный. И притом мне задают священники вопрос. Скажите, вы хоть одного епископа знаете, который бы не грабил все эти приходы? Накладывай, что машину продаёт даже священник. Только сейчас прислали с Красноярского края. Он построил церковь. Всё. Мало даёт. Ну как я могу сказать, что это правильно? Но когда поехал патриарх в Гавану, и на него сейчас многие не поминают его там где-то, я никогда не встал ни на чью сторону. Я сказал, патриарх Кирилл ничего не сделал против того, что было. Католики. Давно уже всё продано, я говорю, католикам. Чего вы сгомозились, друг? Он встретился с ним, ну и что? А он не церковь. А вот два сатаны встретились, это на патриарха, православные говорят. И на всех ресурсах мои ответы. И люди их перепечатывают теперь. Я сказал, в первую очередь, он нигде не напечатал, что тайно было, и поэтому это скрыто, мы не знаем. Через сто лет может быть известно, как советские архивы. А второе, католическая, это церковь. Со всеми недостатками. Никакого сатаны не было. Они поприветствовали друг друга. Ну что плохого то он сделал, патриарх? Аминь. Вот когда я согласен, тогда согласен. Аминь. Да вы не усадите говорить, целый день будете говорить аминь, я все буду говорить. Рядом и митрополит, который находится, он приезжает, и посмотрите, вот в ролике везде, он трижды поцелует, и уезжает трижды поцелует, и тут же причащает, и в храме меня просит, митрополит, скажите проповедь. Ну я ему сказал только, сегодня Бог говорит такое, ну скажите. Сидим за столом опять, а выезды далека ни разу не встречались, а он рядом, у него книги, он приезжает дважды в год с семинаристами, с хархсористами, с секретарем епархии, поехал который от нас был Максим, и этот перед этим приехал, с целым соном своих. Был Антоний, а этот ко мне на дом заезжал, их три епископа, всего на Алтае было-то, обедали вместе. Какие у меня отношения-то? И все знают, это уезжали наши газели, три епископа благословляли ее. У нас нету никакой выражи, совершенно нету. И главное, вот у нас, здесь был Гедеон Докукин, архиепископ. Я к нему приходил, когда в епархию, ему принадлежало, тогда было, заметьте, Алтайский край, Новосибирск, Кемеровская область, там Тува, это все приходилось на одного, а сейчас это 15, наверное, архиереев. И я приезжал, когда к нему, вот насчитать надо, златоуста было, я объявляю пост, не пить не есть, еду в епархию, 280 километров, и благословляюсь. У него, и он был 13 лет. У нас были крутые разговоры, они у меня в книге отпечатаны все. Но когда он уезжал, говорит, в Тобольске или где, он говорит, я 13 лет был. Вы все лицемеры. У меня был только один человек, который говорил мне правду в глаза, как пророк Михей. Я скажу то, что скажет Бог. А он потом стал митрополитом Ставропольского. Можно вам вопрос задать личный, Игнатий Тихонович? Мы для этого собрали. В нем нету, понимаете, в нем нету никакой личной вражды, и я просто смотрел пару ваших видео, например. Вот, например, с голубями. Вот вы берете там, показываете, как вы голубей там. Я категорически против таких видео, понимаете. но это действительно, ну как бы, вызвало такую негативную волну в интернете, и вы считаете, что вы правильно, что вот такие видео выставили? Вот такой вопрос. А вы под ним комментарии читали? Читал, да. Я взял с интернета примерно 20 роликов, как сразу 50 тысяч куриц обделывают, как колят индюков, как колят страусов, все показали, быков, свиней, и все как обделывают. Я что сделал-то? Что лицемерик-то здесь? Это мои голуби. Мы говорили на эту тему, я же говорю, он этим самым хочет показать, насколько сегодня далеко человек отстоит от земли и от Бога. Насколько человека отвели далеко. Мы говорили с Виктором и о бородье, и о голубях. Люди идут, покупают сегодня куски мяса вот такие огромные, поедают их десятками, тоннами, я не знаю. а не понимают, откуда берется все. Но надо же людей перед фактами ставить, надо же людей к смерти подводить поближе, учить смерти людей. Да-да. Но вопрос такой, а зачем такие видео выставлять? Я хотел... А кто, если не он, будет выставлять их? Кто еще будет выставлять? Я просто не могу понять, для меня это... На деревне человек, каждый 10-летний, 5-летний пацанец, полкурен. Вопрос, еще такой вопрос, вам вопрос такой, Игнатий Тихонович. Нет, давайте договорим до конца, Виктор, до конца. Вот смотрите, вы услышали, голуби, у меня в зиму я больше 20 их покормлю, а у меня 120, куда я должен девать их? Я что, должен в печку толкать их? Теперь в Египте, в Каире, только один есть маленький ресторанчик, где голубей зажаренных дают и нафаршированных. И люди едут, платят буквально с золотом, чтобы один раз откушать. Что лицемерить-то? Это чистая птица, это мои голуби, неворованные, и я ей показываю, к смерти надо готовиться. А что за кадром-то? Я ничего не таю. Причем мы, прежде как колоть, вместе помолились, сказали и все. Ну что, в жертву приносили барана Исааку, Бог не показал, Аврам. А вот запутался рогами. Ребенок с детства видел, он все знал это. А ролики, сейчас, секунду, сейчас я добавлю, а, кстати, Виктор, а вы видели ролики, где он, как он плачет там, ну, есть ролики, где барашка там какого-то, собирают, связали ему ноги и собираются резать его, и как вокруг него ходят и на тихощие плачут, вот этот вот ролик. А вот этот вот почему-то никто не заметил, как он жалел этого барана бедного. Как за мной следят. Интересно, еще-то стоим мы, как профессор один говорит, тут статья появилась, я говорю, хорошая, да не поймешь, говорит, но запомните, Игнать Ильич, всякая антиреклама, это реклама. Виктор, это мое хозяйство, вот, а священнику нельзя колоть, а батюшка держит примерно 100 вещек, батюшка с кружкой не ходит, у нас не ходит, он себя обеспечивает. И вот, что интересно, колоть нельзя, приходит, сароста колет, батюшке, а обдирать можно, обдирет батюшка тогда, порубит их, уже он мертвый, и привозит, здесь разбирает, это его труд, но колоть нельзя, правило такое. Ну, а есть можно, да интересно как, а я не ем мясо, не ем. Мне действительно барашка очень жалко, а голуби, это птица, меньше сродства, здесь. Притом, у нас статья тут вышла большая, дважды повторена, у злого человека голуби не водятся. Это общий мировой порядок, у злого человека, а у меня три голубятни. А у вас вместе взятых, у всех моих недругов одного голубя нету, и за мной подсматриваете, смешно. Скажите, пожалуйста, Игнатий Тихонович, а вот я просматривал разные видео с Никитой Колесниковым, да? Да. Я его позову сейчас, чтобы вы его увидели. Никита... зовите. Никита... Вот, пожалуйста, Виктор. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Вот. Ну вот с Никитой уже помирились. Игнатий Тихонович, ну, Никита хороший такой человек. Мне кажется, вот если откровенно я скажу, ну вот, вам не кажется, что вот надо как-то помягче относиться к нему, вот ваше мнение? Его спросите. Никита что? Скажите Никиту. Его спросите. Нет, не надо помягче. Не надо ни грамма помягче. Вам, вам надо, Виктор, последние ролики посмотреть, как там Никита... Никита что сказал? Повтори громче, чтобы слышно было. Помягче не надо. Даже, как раз, самый раз для меня. Так, теперь скажите, сегодня на коленях стоял, просил прощения? Просил прощения, да, оскорбил человека там. оскорбил человека. И какие везде, кого вы приняли? Этот человек лицемер. Он неискренный, он неверующий. Какими словами это на него говорят? А я говорю теперь, да, у него есть изменения. Он ничего не умеет делать, как сквозняк, пролетел, и все, дверь открытая, вода течет, он ничего не видит, вообще слепой. Я им занимаюсь день и ночь. А вы со стороны определяете, правильно или неправильно. Лучше слова-то он пусть говорит. Ты не жалеешь, что приехал сюда? Нет, не жалею. Ну вот, Виктор, задайте ему вопросы. А вам нравится, вот, ну, окружение, потеряю, вот, Барнаульская община, где вы сейчас находитесь? Да, очень нравится. Вы находите мир с Богом, душевный покой, вот, братство? Да, вполне. А, понятно. Ну, все, вопросов нет у меня. Благодарю. А заочно-то, сколько слов сказали там, ой-ой-ой, а он ничего, вот он рядом сидит. Если бы плохо было, с Украины, когда он просился, раз за разом, я ему ответил, я не знаю, сколько раз я тебе отказал-то? Два или три раза. Вот, абсолютно, ни под каким видом не приезжай. Я говорю, устраивайся на шахту и работай. И какое тебя стихотворение тронуло, которое тебе написал? Просчитай. Там, где, если четверть века позади, а ты еще, ни звонок, ни ярок, еще не приготовил свой подарок, то тебя подарка не жди. Вот так. У него дом свой здесь подарили ему. Дом. Настоящий дом. Сад. Он занимается сейчас пасекой. У него ничего не было. Гол как сокол. А сейчас у него все есть. Есть куда маму пригласить. Нынче сам будет что-то садить дополнительно у себя. Да. Что-то будет. Вот так. Даст Бог. Ну, понятно. Мы читаем жития святых, а как раз в житиях и описывается вот такой подобный быт. А где-то было еще и покруче. Где унижали там и посылали куда не попадя. Мы читаем и не верим своим глазам и ушам. Вот знаете, Инатий Тихонович, как-то в начале было очень большое напряжение. Сейчас такая разрядка как бы напряженности произошла. Я, конечно, не могу согласиться со всеми видео, со всеми взглядами. У меня много вопросов. мне больше нравится ваш первый период, когда вы были молодым. Когда вот ваша история обращения к Богу, это потрясающе просто. Вот вы в Латвии там рассказываете это видео, меня тронуло до слез тоже. Когда вы нашли Господа, начали проповедовать, пострадали за веру, ваша непримиримость к коммунистическому режиму. Ну, то есть, это, говорит, человек, который действительно любит Бога, понимаете, и говорит правду. Сколько сейчас вот этого советизма, культа победы, понимаете, никто же не знает, никто же не знает вообще и, наверное, хочет забыть, что такое было сталинизм, понимаете, что такое было, что был коммунизм. Да еще взять 80-е годы, я же помню это, я помню, меня преследовали, понимаете, меня в психиатрическую больницу посадили за проповедь Евангелия тоже, вот, я это знаю, понимаете, поэтому вот эта позиция Игнатия Тихоновича неприемыривости к большевизму мне очень близка, правда, Игнатий Тихонович? Да, это нас сильно сродняет с вами. Да, Солженицына, вот, Игнатий Тихонович начитывал, мне это очень близко, вот, понимаете, но есть, к сожалению, пункты разногласия некоторые, вот, и, к сожалению, вот, они еще остаются, но я доволен тем, что вот эта вражда, такая вражда, вот, которая была такая, вот, она, по-моему, вот, после сегодняшнего беседы она пропадет. Это не означает, Игнатий Тихонович, что мы прекратим критиковать друг друга. Это не означает, что я буду соглашаться со всеми вашими взглядами. Это означает, прежде всего, что я буду, как бы, уважительно относиться. это означает, что я буду относиться с любовью, даже если я буду вас критиковать. Вот, но если бы я приехал, например, вот сейчас в Потеряевку, я бы сказал, Игнатий Тихонович, я вот на 30% с вами не согласен. Вот, вы меня приняли бы или нет? Интересный вопрос. А вы бы показали 1%, 30% не надо, 1%. А так это на себя напускать, вы говорите, ну, я не согласен, буду критиковать. У вас сейчас заниматься нечем, кроме меня? Почему вы вокруг моей колокольни крутитесь-то? Вы свою построите, вас никто не трогает, а я буду вас критиковать. Зачем я вам нужен? Вы занимайтесь делом. Я конкретно показываю, чем я занимаюсь. Конкретно. Почему вы за мной-то все время охотитесь? Критиковать вам охотно. А если я, значит, отдал один раз, то четверо, говорится, за зубы держится. Ну, так не надо делать. А вы ко мне лезете, я опять буду отвечать. Главное, ко мне лезут, слов не подбирают, а когда я скажу, мне сразу... Владимир Владимирович, ну вы зря сейчас, сейчас у меня как раз, я, ну, как бы, такой дух был примиренческий, то есть, я вот задал вам вопрос, вот если бы я приехал по Теряевку, как бы вы ко мне отнеслись бы? Я сказал, что для нас нет врага. Правило какое? Вы не курите, один вопрос был бы задан. Не курите, в кармане табак есть, выложите где-то, потом назад пойдете. У нас очень льготный режим. Второе, рубашка на выпуск под поясок. Ко мне кто бы ни приехал, в деревню у нас все одинаково. Если вы с женой были, значит, никаких сережек, никаких украшений, подкрашиваний. В штанах нельзя женщине. Она должна быть в юбке. Если в храм пошли, чтобы подвал был не выше 10 сантиметров, у нас правило определенное. К нам же приезжает и всякое начальство. Но эти правила для всех. 26-й год нынче, и ни один человек не закурил. Внутри деревни. Как въезжаешь, написано, на территории деревни курить запрещается. Других требований-то у нас никаких нету. Я бы вас с радостью принял. Я бы сразу сказал, человек из Америки приехал, ну, батюшки, батюшки, как если вы мясо едите, барашка сразу закололи. Там можно, в соседней деревне пчел держат. Мы, патриарха нынче едва к себе не завлекли. Уже к патриархии ответила, все согласны, приняли. Но маршрут у него и не разрешили охранники. Я говорю, да мы его, снайперов на крыше, посадили бы. Патриарха Кирилла. Игнатий Тихонович, я... Вы уползли, вы уползли куда-то, голова ушла. Поднимите кверху. Ой, извините, извините. Вы болеете? Почему лежите там все время? Не пойму я. Да, приболел немножко. Ага. Вот. Мне кажется, вы знаете, если бы у вас было более мягкое отношение к людям, было бы больше любви и смирения, то я думаю, что вот эти все вопросы бы сами собой разрешились. Право, Сергей, или нет сейчас? Как вы? Сергей... Думал, думал так еще вот, наверное, года полтора назад. Сейчас я... А еще вот у меня это подтвердилось. Ко мне священник недавно приходил. Он в нашей епархии. Ну так, ну, не последнее место занимает. И он, знаете, какие слова удивительные сказал? Ну, я надеюсь, он не услышит. Он говорит, сегодня на Лапкина как-то он сказал, что Лапкин чуть ли не купол православия сегодня. На него сегодня смотрит все православие. понимаете? И ему, вот как тому генералу на площади перед его солдатами, ему нельзя никак выглядеть как-то мягче или спустя рукава. Я Виктору хочу ответить. Вы говорите, раннего знаете. Вы раннего, которого живого уже нету. И все-таки я уже 54 года назад обратился. Вы того вмещаете. Когда я еще ни одного дня Библию не держал. Но я все эти годы работаю. И такой я в вас не вмещаюсь. Причина-то вот в чем. Может быть потому, что вы захрясли, говорится, как старобряца, и сидите в своей ряске. Вы маленько посмотрите, какие новые материалы выходят, какие ролики. О чем речь-то идет? Вот я говорю, выезжает митрополит 13 лет и подвел итог. Ни один не говорил правду. Вы лицемеры все. И только один человек говорил мне правду в глаза. Зачем бы он это говорил. А мы часами беседовали с ним. Я говорил о самом тяжелом. Он по животу себя похлопает вот так вот. Ну куда, Игнатий, зовешь? Посмотри, какая у меня утроба. Он толстый такой был-то. Я его звал. Владыка, оставьте все. Искушение сегодня у него. А какое искушение? Вино бутылки вывешал на улицу, а семинаристы сорвали там и выпили. Искушение у архиерея. Написано... Игнатий Ильич, можно я скажу? Сегодня вот если не будет вообще вот не будет вот таких лапкиных, все их больше не останется. Понимаете, у нас не останется авторитетов, на что равняться. Мы сегодня настолько попустительски относимся к себе. Мы просто не можем себе применить ничего больше нормы, больше тех рамок, которые себе установили. А это люди, я не знаю, люди есть еще такие где-то. Это люди, на которых мы можем увидеть оптимальный размер, на который можно на себя натянуть. Но мы же даже не стараемся приблизиться. Мы православные, мы как бы приближаемся к Аскезе. Но мы ее читаем, а поскетить мы можем читать сегодня. Но вот человек есть, это личным своим примером он показывает, насколько можно приблизиться к Аскезе. не только из чтивой. Сергей, Сергей, я вот когда говорил Игнатий Тихонович, а вы не могли бы быть помягче с людьми? Ну вы тоже такие слова говорили, кстати, Игнатий Тихонович, я могу даже видео вам показать. Вот. Вы не могли бы ну как бы немножко добрее относиться к тому же Никите? Ну Никита сказал, что все нормально, я тут конечно что могу тут добавить? если так ему нравится, ну значит так должно быть. Вот. Хотя мне кажется все-таки ну надо как-то более мягче относиться к людям. Надо вот Игнатий Тихонович, смотрите, вы все время ну как бы когда вы там не согласны, вы начинаете спорить как-то. Ну а вот если ну как-то немножко себя не то что унизить, а как бы стать помягче. Как вы как вы считаете? Вот. Ну немножко поменяться. Немножко поменяться. Немножко сделать добрее. Сделаться смиреннее. Смирение я имею ввиду вот себя считать виновным, виноватым прежде всего. Более самокритичным. Вы не думаете, что православие только бы выиграло бы у вас там. Вы бы вот эти врагов, которые вы имеете, они просто бы пропали бы. Понимаете? И если бы даже ваши взгляды поменялись там на почитание святых мощей, на благодатный огонь, там на монашество особенно, если ваши взгляды, то и вообще мы бы тогда бы, ну я не знаю, были бы лепшие друзья бы, наверное, понимаете? Или вы считаете, что вы во всем правы? Такой вопрос. И ни в чем вам меняться не надо. Извините, я задаю такой вопрос, потому что разговор сегодня очень серьезный, я к нему готовился. Даю вам микрофон, Игнатий Тихныч. Я говорю, еще раз обращаюсь к Андрею Кураеву. Почему он это увидел? Вдруг называет меня самым знаменитым, великим, я таким себя не считаю, миссионером, проповедником, где-то выступает в зале и задает вопрос и признает так. Я таким себя не считаю, у меня нет ни образования, ничего, я всегда подчеркиваю это. Теперь, будьте добрее, будьте лучше, я буду подобен вам, таким же, говорится, лицемером, как говорит Ев. И я бы век не нужен, горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Христос сказал, он говорит, славу друг от друга принимаете, от единого Бога не ищете. У меня это как эпиграф. Я никогда ни одному человеку не заглядывал в глаза. Я говорю, так написано. И на этом все. Так вот, я бы по-другому сказал, сидят не просто так. Я в Москву приехал, ночью пришли на свидание три епископа. Согласитесь, что это необычное явление. Пришли разрешить свои вопросы. Но они знали, к кому идут? Да, знали. Смогут выполнить? Не смогут. А почему? Потому что первый шаг не сделал. Отвергись себя. Своё я растопчи. Я его растоптал. И поэтому мне указывать на то, что я сделал 54 года назад, зачем мне это нужно? А вы считаете? Я никогда этого не считаю. Я хожу на исповедь. Вот начинают меня исповедовать. И охота, чтобы я был такой же, как они, и грешен, супергрешен. Я спасенный Христом. А где я согрешаю, я каждый день каюсь. Но я вот хотел как раз... Сергей, не посчитай, что я это, нарушу обстановку, то я к Виктору скажу. Я прошу вас, пожалуйста, брат Виктор, вы мне не назвали, в чем я должен каяться перед вами. Конкретно. Я хочу услышать, чтобы не за глаза. Я вам назвал, когда, было, где, что писали. Что именно? В чем я должен справиться, чтобы наши отношения были, говорится, ни сучка, ни задоринки. Конечно, не то, что я говорю, а монашесть и другое. Я на любом собрании докажу, что Бог сказал, идите и проповедуйте, не сидите за стенами. Ну, конкретно я могу сказать, в чем конкретно. Да. Конкретно. Виктора подняли из мертвых. Да, да, так точно. Что-то у вас сильный экран трясется, Виктор. Какая-то лихорадка его трясет. Нет. Извините, что моя ушла. Вы сильно вверху пространство над головой, а внизу только нос видать. Повыше как-то. Повыше. Да, Нет, плохо. Плохо. Одни очки видать, голову-то поднимите и кверху. Вот так. Закрепите, пожалуйста. Я хочу выслушать определенно, в чем я должен покаяться перед вами. Это необходимо мне. было проявление. было проявление личной неприязни и было проявление, мне кажется, озлобления какое-то. Или я не прав? Я спрошу, когда к Иоанну Крестителю пришли люди креститься, они знали, что это святой человек? Да. Но он дал им название змеи по рождению Ехиднины. Он злился на них или нет? Да. Нет, не злился. Он сказал, это характеристика их была. И Господь неоднократно говорил, змеи безумные. Я сказал то, что есть. И поэтому не надо быть такими. Я призывал этих священников, которые вызывали милицию на покаяние. Архиерей не поддержал. Значит, будете душить друг друга. Со мной легко решать. Я в любом месте склоняюсь на колени сразу же и прошу прощения. Но и речь-то идет о спасении людей. Я не могу вы опять ушли, спрятали что-то. Я не спрятался, я тут. Ну, вот так, чтобы видно было. Если я виновен, прямо показать, когда, где, да, я отвечал словами, которые сегодня я вам не говорю. Но вы нападали на меня, я должен был что-то сказать. Нападали-то кучей на меня, кучей со всех сторон. И главное, ролики, которые стоят, вот представьте себе, у меня полторы тысячи... Енатий Тихонович... Виктор, я не закончил. Смотрите, я вконтакте не бываю. У меня работают модераторы. И говорят, поступило полторы тысячи вопросов. И я отвечаю на вопросы людям. И приходят семьи, новые-новые люди приходят в православие. И в это время меня блокируют. На две недели. Я ни в чем не виновен. Я отвечаю вопросы по Писанию, ни власти не трогаю. Проходит одна неделя, снова заблокировали. Полторы тысячи человек ждут и не получают ответа. И кто это делает? Хороший Дудин. Он сразу говорит, пять человек нажмите кнопки и там сработает. А когда он со мной познакомился, он тогда... Что он делает? И он говорит, я сейчас напишу в эту, ну, как называть, администрацию, чтобы вас разблокировали. Это вы меня преследуете, капканы ставите. И он разблокировал. Разблокировал. Я сроду даже не думал, это священник на лжесвидетельство подбивает, что я вроде порнографию распространяю или что-то. Ну, конца безумия нигде нету. Ну, зачем же это делать? Вы умирать не думаете. А вот сознайся, что я виновен. Я буду подобен вам тогда и никому не нужен буду. А давай, я не буду говорить о монашестве, не буду говорить о мощах, а я говорю это по согласию Слова Божия. Не было ни одного святого, который говорил бы мощи мои не хороните. Ни одного не было. А дальше многие, которые запрещали. И когда брали хоть одну волосинку, как патриарх взял у Симеона столбника, рука отсохла. Вспоминаем Матрону на острове, руку хотели взять, корабль не мог сдвинуться. Антоний вообще спрятался, никто не знает, где мощи. Наказывал, ни одной частицы от меня не берите. И поэтому... Игнать Тихович, Игнать Тихович, сейчас, Виктор, я вот, знаете, как я тоже думал долго над этим вопросом, что это за феномен такой, Игнатий Лапкин, что это вообще ну, как бы, такое отдельное от общества. Вот. И знаете, я к какому выводу пришел? Если человек сам себя не жалеет, как он может жалеть остальных? Господь говорит, любите ближнего, как самого себя, да? Вот. Но если он сам себя, он сам себя не жалеет и, можно сказать, вот, с такой нелюбовью относится, как тогда отношение к ближним, какое должно? А если, если поставить, вот, как бы, на чашу весов, получается, что он к ближним гораздо благосклоннее относится, нежели к себе. Он, посмотрите, встал на весы, взвесился, нашел в себе лишний вес, говорит, сейчас будем бороться, шесть килограмм убирать. Шесть недель, вот эту неделю, как я сказал, сразу же сократил. Один сухарь на один, все. Потому что тело должно утончаться. Я это Виктору хочу сказать. Вот у нас никогда не просят у батюшки, чтобы не поститься. Никогда этого не было. Почему? Они научены. У нас все сознательно пришли, приняли крещение, сами уверовали. В православии общины нет такой. Вот собрались, сидят Архимандрит, Амбросий, Юрасов, вы знаете, какой знаменитый. Другие там, Гумены, и Геннадий Фас сидит. И в это время меня нету. Но мне потом дали запись эту. И они судили. Вот Игнатий поступает так, так, и наконец вынесли. Ему это дано. И это подражать никто не сможет. Я не думаю ни о чем, я просто молюсь и говорю, а тут надо идти. То есть вы, вопрос, то есть вы считаете, что вы всем правы и правильно поступаете, да? Да неправильно, я бы сказал неправильно-то. Но мне нужно конкретно показать, а не просто так, я грешный. Вот мы работаем, или уезжаю я в деревню, работаю с ребятишками, встречи, говорю проповеди, в храме. Ну, конкретно. В лесу работаю я, ловлю рыбу, но мне конкретно показать, где я не прав. Если я не прав, я всегда говорю, каждый день считаю молитву, ведение. Я вам скажу, я вам скажу, что со стороны я вижу, что вы не правы по многим пунктам, но это Господь вам должен открыть. Я не могу вам сказать сейчас. Вот. Это не означает, что я к вам должен враждебно относиться, вас обзывать. Это все видит прекрасно. Это дело в том, что каждому из нас это, мы же каждый собой знаем, вот это, но он-то выставляет себя на показ перед всеми, а мы-то себя не выставляем. Ну, давайте начнем сейчас себя выставлять на показ, и вы знаете, сколько найдется против нас самых вот таких же противостоятелей, которые будут предлагать нам исправиться. Мне понравилось выражение Андрея Кураева. Он говорит, мусульмане религиозно талантливы. Я в это слово буквально вцепился и стал всю жизнь свою перебирать. Мне Бог это давал. Почему никто не распространил архипелаг ГУЛАГ? И написали, 30 лет назад в Новом мире первые главы были. Только появилось в печати в литературной газете сразу опрорежение. Это неправда. Ровно на 10 лет, год в год, православный проповедник наполнил всю страну магнитными записями архипелаг ГУЛАГ на 10 лет раньше, пока в Советском Союзе кто-то зашевелился. Почему никто не насчитал златоуста в те годы? Ни одного златоуста не было. Я их сотни экземпляров. Так это ни день, ни два, две с половиной тысячи часов слушать. Я об этом не думал. У меня просто на сердце я начинаю молиться, читаю и плачу, читаю. Люди слушают и плачут. Почему? Я переживаю их. У меня первое качество воображения лидера есть. Воображаю. Игнатий Тихонович, а вы можете допустить, что вот критика ваш адрес, это не было просто какая-то какие-то злобные нападки и так далее, а была попытка просто обратиться к вам из любви. То есть это было проявление любви к вам. Или вы не допускаете такое? Да, даже в мыслях не допускают. Завистники. Вот заметьте, Христа предали. Пилат знал, что предали зависть, а те не знали. Иосифа предали, братья говорят, предали зависть. Стефан знает, а братья не знали. Они искали причину в нем, что он докладывал о братьях, что разноцветная одежда. И они что с ним сделали с Иосифом? Я для вас, как Иосиф, колодцы. Я должен предполагать, мне некогда об этом думать. Я каждый день молюсь. Мы встаем в 4.40. Мы молимся каждый день, не стыдимся этого. И я каждый день после молитвы мы стоим, молча ждем. Говори, Господи, Владыка, слушай, и ты дослышит раб твой. Каждую молитву заканчиваем. И тогда мы разбираем себя, каждый поступок. Кроме того, я вот только что был на исповеди. Я никогда ни одного греха старался не скрыть, если он мне явлен был. Но если нападают, а вы не думаете, что вот так, они по-другому относиться не могут. Вот, где, говорят, вы город на вершине горы. Если свет сжет их, они ясно будут потушить этот светильник. Радуйтесь и великолепитесь, велика ваша награда на небесах. Мы стали всем. Павел говорит, говоря правду, неужели я стал вашим врагом? Если я не прав, покажите, в каком месте не прав. Какое местописание я сам истолковал? Я этого не делаю. Нет, тут не в этом дело. Я не о том вас спрашивал. Ну ладно. Я думаю, Сергей, вы меня поняли, о чем речь тут будет. Я понял, и знаете, я еще шуга. Что-то кто-то старается выключить нас. Вам не слышно меня? Алло. Вырвало. Так, писалось. Все, смотрите. Сергей должен был что-то говорить и нету ничего. А что мне тут? Отключить или нет? Никитушка, подскажи мне. Что я должен делать сейчас? Да ничего не надо делать. Что делать? А? А что вы делаете? Я не знаю. Я ничего не делал. Я не задевал даже. Я и говорю. Он может случайно наткнул на крестик. Кто его знает, что он там сделал? Мне вот это отключить надо. Зачем? А что? А что? Она мне крутится, она будет, если будет оттуда взята, так она там лишняя-то. Она же записывает, в ленту идет. А мне надо снова начать. Как ее выключить-то? Ну как? Только их отключить от беседы. Ну сейчас, что я должен делать? Мне здесь отключать нет. А? Инатьевич, отключать нет. Нет, пока ты. Подожди, ну отключи, конечно.